Свой голос и звук он обрел еще несколько лет назад, и вместе с этим постоянных слушателей. В Улан-Удэ на фестиваль приезжают не только со всей республики, но и даже из других городов. Марина Гоман из Владивостока на фестиваль ехала четыре дня автостопом. За две недели до поездки купили билет обратно, потому что мы обратно все-таки поездом решили, дел много. Ну, собственно, сели на первопавшуюся машину, которую нас добрые люди подобрали, поехали. Ну, как-то не страшно было вот так добираться? Ну, если честно, даже я как-то не поняла. Просто вот ехали и ехали. Видимо, какое-то провидение нас тянуло сюда. Последний день фестиваля всех ждал сюрприз «Мус-энерго-тур» в Улан-Удэ. Музыка, понятная немногим, привлекла тех, кто действительно любит эксперименты на сцене. Просто изначально они приезжают в надежде играть свою собственную музыку, потом они понимают, что каждый день у нас принципиально разное количество времени на сцене. Им приходится как-то все это перерабатывать. Им оказывается интереснее приглашать друг друга в свои составы, писать новый материал. Основа большинства композиций – авангард, но у некоторых есть любимые многими фольклорные мотивы. Мы исполняем в основном мои авторские композиции, и у нас есть некоторые обработки фольклора. Музыка в основном вдохновлена армянским фольклором, поскольку я родился в Армении, в последствии переехал в Швейцарию. О том, что эксперимент удался, понятно, ведь в течение целого дня площадку практически никто не покинул. Ольга Войложникова, Вячеслав Сердюченко, Новости дня.